Всем привет, с вами Сюзанна, и на днях в обычном супермаркете на поках я увидела вот этот набор гелевых ручек. Он стоил максимально дешево и при этом выглядит максимально красиво, и знаете, это как-то подозрительно. Поэтому я подумала, почему бы не купить и не протестить их. Вообще я никогда не пользуюсь гелевыми ручками, уж особенно цветными, но сегодня что-то захотелось попробовать. Упаковка у них довольно простая, это прозрачный кейс с двумя наклейками. Так, давайте сделаем несколько сводчей, возьму вот синий цвет. Пишет очень отрывисто, но оттенок вроде неплохой, плюс еще и с блесточками. Теперь попробуем уже не блестящие, тоже голубенькие, немного посветлее. Ну знаете, сразу ощущается, что по бумаге просто шкребет, и это не очень хорошо. Ну а так вроде ничего. Теперь давайте выберем один из моих старых скетчей, который сегодня попадет под раздачу этих прекрасных ручек. В одном из прошлых видео я их уже показывала, но ничего, может кто не видел. И вот такую девочку я выбрала. Мне кажется, это один из самых простеньких здесь рисунков и самый маленький. Изначально я хотела Виктора взять, но увы, вряд ли этих ручек хватит на такой масштаб. Поэтому начнем раскрашивать тяночку. Я не знаю, как ее зовут, потому что это была какая-то левая срисовка, я ее так и не доделала. Вот знаете, я сейчас смотрю на всю эту палитру оттенков, и мне реально страшно, что у меня вообще в итоге получится. Я долго думала делать мне волосы ей желтыми, черными, либо же голубыми. Но потом все-таки решила сделать голубыми, потому что голубых оттенков намного больше. И сейчас в этом случае я постараюсь использовать их все. К сожалению, никак не растушевать и не сделать плавного перехода у меня не получится. Может быть, конечно, кто-то это сможет сделать, но я рукожоп нет. И, надеюсь, в итоге лист бумаги, уточняю, очень тонкий для печати, лист бумаги не порвется. Не знаю, зачем я вообще рисовала на таком тонком листе, но ладно. Вот такой блестящий эффект дает одна из трех голубых ручек. На самом деле они практически ничем, блин, не отличаются. Так, ладно, давайте сейчас обведем ей глаза. Сначала фиолетовым цветом, а потом черным. Знаете, ее эмоции сюда сейчас очень подходят. Типа, Сезанна, почему ты выбрала именно меня? Просто за что ты так сильно меня мучаешь? Особенно в момент раскраса кожи розовым цветом, потому что никакого другого я взять не могу. Вот сами посмотрите на эту палитру и подумайте, какой цвет, кроме розового, вообще можно было использовать. Конечно, Фантазия разрешает взять абсолютно любой цвет, зеленый, желтый, а почему бы и нет, в принципе. Но я захотела сделать что-то более такое стандартное, не сильно выделяющееся, и взяла розовый. Насчет цветоков-то я тоже задумалась, но в итоге решила взять фиолетовый и темно-розовый цвета. Хочу хоть как-то ими сделать ей тени, чтобы она не смотрелась настолько плоской, но, к сожалению, эти все цвета просто-напросто сливаются. Заполняешь более светлым цветом, затем некоторые участки темным, и он как будто бы впитывается. До сумасшествия водить по бумаге я не буду, оставлю так, как есть. Пусть лучший рисунок будет плоским, нежели дырявым. Осталось слегка украсить фон, полностью затушевать все не получится, потому что выходит совсем неравномерно и будет некрасиво. Вот, думаю, так смотрится неплохо. Ну что ж, ребят, вот и результат сегодняшнего моего творчества. Вот, смотря уже на раскрашенный рисунок, я толком ничего не могу сказать, потому что ранее я никогда гелевыми ручками ничего не раскрашивала. Если вы практикуетесь в раскрасе подобными материалами, то напишите мне, нормально у меня вышло или же стрёмно. Но, знаете, лично мне кажется, что пользоваться такими ручками, как для основы раскраса, лучше не стоит. Это больше где-то подрисовать, чтобы было немного ярче, или вот, например, эти блестящие, некоторые участки можно заполнить блестящими ручками, и всё. Хотя, конечно, это только моё мнение, вы делайте, как вам нравится. Ну что ж, ребят, на этом было всё. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте переходить по ссылочке в мой инстаграм, я там очень часто пощу свои новые рисунки. Всем огромное спасибо за просмотр, и пока-пока!